Уже давно никто не обижается на шутки КВНщиков. Наоборот, обижаются только те, о ком в КВНе не шутили. Да мы обижаемся! Конечно! Тихо! Я Жолио Кюри. Это моя жена, Мария Складовская-Кюри. И мы обижаемся, что про нас не шутят в КВНе. Что трудно было придумать, например... Жолио! Да! Курить будешь? Да! На, Кюри! Нет, вот трудно, да? Очень трудно. Здравствуйте! Я Александр Македонский. Ну вы что, не могли пошутить, что Александр Македонский, как и российский футбол, много всего завоевал, но умер молодым? Да! Не надо! Я не Мирович Данченко. Почему фраза Станиславского «не верю» вошла в историю, а моя, ну клянусь, у нее вот такие? Нет. Нет. Товарищ, я Пётр Ильич Чайковский. Согласен. Про меня в КВНе шутили. Но я же дала как минимум два повода. Я же еще и музыку писал. Ура! Товарищи! Здравствуйте! Я изобрел безалкогольное пиво. А-а-а! Вот ты какой! Ты же меня жизнь испортил! Ты же меня перескатываешь! Я Христофор Колумб. Простите меня. Ну, правда, простите. Я же не виноват. Я же тогда в Индию плыл. Ну, кто виноват, что витя в другую сторону подул, а? А с другой стороны, есть же и плюсы в этой ситуации, а? Джаз, например. Джаз, Джаз. Потом это Макдональдс. Нет, Макдональдс. Джаз, Джаз, Джаз. Потом это Кока-Кола. Но Кока-Кола нет! Джаз, Джаз. Белорусы, Белоруссии есть? Да, конечно. Картошка, картошка. Потом это свободные выборы. Взяли его, Макдональдс. Джаз, Джаз. Ну что, убедились? А представляете, сколько исторических событий осталось в стороне? Итак, турнир лучших лучников Англии. Это Робин Гуд. Это Робин Гуд. Это Робин Гуд. Это Робин, ребята. Это не Робин. Это не Робин. Робин будет больше. Помоги. 18 век. Петр I возвращается из Голландии. Здорово, Бояре. Здорово. Был в Голландии, привез диковин вам всяких. Ну, показывай, что стоишь. Привез вам стриптиз. Фу. А чё это такое? Пойдем покажу. Пойду. Вот. 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 Только медленно и под музыку. А ещё Бояре привез вам картошку. Покажешь? Пойдем покажу. О-о-о-о. Вот. А картошку покажешь? Что её показывать? Её сварил и ешь. Вот. а еще в голландии есть гей у пойдем пока я лучше на словах расскажу а еще бояре из голландии привез я вам траву пойдем может может на словах расскажешь нет тут идти надо да не бойся пойду пойдем не бой опа сейчас быстрее птиц картошки как навалил бы давай ее рано еще рано картошку ладно еще бояре привез да бояре на улице красных фонарей нищие не такие как у нас у нас все вот от милостыню просят а там вот так а чё это не так просят а это он тичку просит а еще бояре привез из голландии я вам алкозельцер алкозельцер ты на хрена его увозил то скажи а 60-е годы 20 века популярность группы битлз достигла своего апогея у нее появилась масса подражателей и так группа бульс как-то разрешил я прогуляться ночью к морю ночь была как в африке темно вдруг навстречу вышел мускулистый парень голова блестела как луна скин и не мог он видеть темноте в эту ночь друзьями в прятки мы играли нас на пляже было сон медведь дурак 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 это было прекрасное настроение спасибо всего доброго постой из какого ты города из милана милан конечно же милан да милан милан лена почему в пятигорский флажок ты кого хочешь обмануть а кого ты хочешь обмануть так вы кто светлана и что перми перми о великий казанова скажи как тебе удается оставаться таким молодым энергичным пойми годы не властны надо мной пора скажите смерть а правда что когда вы приходите перед глазами пролетают лучшие моменты в жизни посмотрим включите пленочку весь автобус это впервяк это пятигорский а а а а а а мы продолжаем и смерть а ты из какого города а 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 Ну шо, идолище поганое, заценил масштаб трагедии, а ну выходи биться, богатырь пришел. Майонез дай. Какой майонез, говорю, выходи биться, идолище, ну, пошли, что ты дергаешься, что ты дергаешься, а встал так пошел, на мужика, встал, пошел, что ты бабу-то слушаешь, что ты бабу-то слушаешь, что ты бабу-то, на тебе вборочно, оп, встал, оп, пошел. Мужик на мужика, давай по-людски, давай, ну че ты, давай на, оп. Алло, милиция? Куда ты звонишь-то, а? Семья поганых беспокоит, он опять здесь. Ты в скорую сразу звони, понял, а? А че вы его выпустили-то, я не знаю вообще, что. Я знаю, кто у него родители, и что теперь, потакать что ли, я не могу с ним драться, он мне в прошлый раз голову отрубил вообще. У меня еще две вырослые, еле прижгли тогда, да. Это ж два голодных рта еще, да. Подождите секунду, я не могу вообще. Да. Да, я надеюсь, да, на вас. Примите меры вообще. Дурдом вообще. Знал бы, не разменялся в этот район никогда вообще. Ты че сделал-то, а? Ты ж мне месть сломал. А ну! Вот до этого вообще ничего не было. Вот сейчас только все началось, полюски-то. Ну, давай, встал, подошел мне и склеил мне мечно. Подошел и склеил мне мечно. Считаю до трех. Разно. Ты смотри, наши ватерполисты выиграли. Два. Обалдеть. Да ты смотри вообще. Ты че, не понял, что ты? Куда ты смотришь? Че ты газетка? Ты на меня смотри. Ну-ка отдай ее. Дай ее. Я не знаю вообще. Че ты, блин, газеты ударили, да. Кладенец сломали. Это все, блин, богатырь и все, блин. Я не знаю вообще. Ну, где второе, ну? Я не знаю вообще. Я не знаю вообще. Слушай, ну, ты можешь поешь, а? Убери руки свои. Че у вас там сегодня? Ага. Котлеты? Котлеты сидят, жрут свои поганые. Мои любимые. Ай, богатый. На, возьми вот, разогреешь дома. Не нужны мне ваши подачки, да. Ну, че? Завтра во сколько? Слушай, завтра, наверное, не получится. Мы просто к теще едем. В уродск. А я? Богатырёша не едет в уродск, что ли? А я? Я же живой богатырь. Как я не знаю. Что ж мы за люди такие, а? Возьмём богатыря, поиграем и выбросим. Так часто бывает, ай, 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 ай. А мы прерываемся над заседанием Московской городской думы. Господа депутаты, сегодня на повестке дня всего лишь один вопрос. Я предлагаю закрыть в Москве метро. Ну, метро. Метро. Ну, метро, метро. Ну, вот вы ездите на метро. И я не езжу на метро. Кто вообще на нём ездит? Может быть, вы ездите на метро? Нет, а что это? Ну, метро. Ну, у нас в Москве под землёй вагончики для чтения ходят. Ну, в Москве. Ну, Москва. Ну, Москва, Москва. Ну, это то, через что мы едем, когда с Рублёвки в Шереметьево-2. Ну, Москва, Москва. Москва. Никаких ассоциаций, нет? Хорошо. Завтра придётся ещё раз собраться и решить, нужны ли в Москве трамваи. Троллейбусы. И поднимать ли цены на маршрутки. На Рублёвку. На Рублёвку. Мы поехали, быстрее. Ну, вот, собственно, и всё на сегодня. Миша, как это всё? А подарок Александру Васильевичу? Мы ведь его так и не подарили. Слушай, а чё будем дарить-то? Ну, как же, он всегда мечтал сыграть с нами в КВН. Ну, давай. Александр Васильевич, идёмте, сейчас мы исправим эту историческую несправедливость. Вставайте сюда, вот в серединку. В серединочку, да. Готовы? Три, четыре. А давайте без этого сегодня. Да, давайте. Всё не нормально. А тогда сразу миниатюра. Принц и нищий. АПЛОДИСМЕНТЫ Принц, зачем же вы подарили мне корону? Мне деньги нужны, я нищий. Браво! 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 Ну, я вообще-то думал, что вы мне шутку дадите какую-нибудь сказали. А, текстовую. Вот мы вам целый листочек написали, Александр Васильевич. Любую. А, ну вот, неплохая, неплохая шутка вроде. В ней цитология и генетики. Александр Васильевич, что же это вы чужой хлеб отбираете? Я к вам за тумбу не лезу. Ну, давайте не будем ссориться, парни, да? А у нас на Первом канале реклама. Пойдёмте, Александр Васильевич. Пойдёмте, Александр Васильевич. В душ первым пойдёшь. Тех, тех, тех. И послезавтра. Вообще весь месяц сможете ходить. И весь год даже. Я вообще могу не мыться. Браво! Браво! Но, в принципе, конечно, некие свежие ощущения я испытал. Но думаю, что вы дальше сами разбираетесь. Я пойду... Э, нет, Александр Васильевич, а как же финальная фраза? Давайте с нами, как говорится, до победного конца. Сегодня мы рассказали о людях, про которых в КВН не шутили. А представляете, сколько их ещё осталось? Поэтому нам с вами работать и работать. Ведь есть ещё Рина Декарт и Надежда Чепрага. Иржи Топита и Екатерина Хаметова. Ярослав Гашек и Касим Склей. Жан Габен и Амар Хаям. Станислав Шушкевич и Сисикевич. Луис и Карвалан. Ева Браун и Шопенгауэр. Давид Ригерст и Майор Вихарь. Гржмилик и Бахрумка. Да, да, да. Александр Васильевич, а кто это? В 70-е годы прошлого века это были два популярных очень героя чехословацких мультипликаторов. Так что вам ещё работайте, работайте, друзья. Будем играть ещё сто лет, нам так сегодня хочется. Кто не согласен с этим, место не занимай. Наша команда лучшая, средства от одиночества. Это там фасты-профиль, помни, не забывай. Игра играется, и шутки шутятся, Хотя на пенсию давно пора. Мы не торопимся, стоим и рисуемся. Вот это сборная и есть игра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok